Приветствую вас. Если разбираться в том, что вы написали, то проблем мне представляется несколько. Первая проблема это мечты. Причём мечты вообще. Я сейчас не говорю про то, что вы мечтали, ну, о чём вы мечтали, когда поступали в университет, да? Вот. Я говорю вообще о природе, о природе ваших мечтаний. Я говорю об этом. Скорее. Вот. На мой взгляд, данный аспект нужно обязательно исследовать, потому что это очень важно, на мой взгляд. Мне кажется, что от того, как вы себя, значит, позиционируете по отношению к своим желаниям, по отношению к своим потребностям, зависит очень много. То есть, если вы свои желания реализуетесь через мечты, да, вот, то почти всегда, почти всегда будет разочарование, будет боль, будет обида и так далее. Почему? Да, на самом деле всё довольно просто. Потому что завышенные ожидания всегда пораждают разочарование тем, что происходит в реале. Вот. Вот. Тем, с тем, что происходит в реальной жизни. Вот. Ну, например, да. С вами, допустим. Вот. И это... первая проблема. Значит, здесь нужно сделать следующее. Определить ваши желания. То есть, я мечтаю о том-то или о том-то, значит, соответственно, по тому-то, я мечтаю по той или иной причине. Я хочу того или иного. То есть, я желаю. Вот. Я желаю того или иного. Да-да. Как именно я могу это реализовать для себя? Понятно? Как именно я могу реализовать то, чего хочу? То есть, чтобы не мечтать, да? Чтобы не мечтать, а чтобы непосредственно действовать. И чтобы это действие непосредственно зависло от вас. Только от вас. И больше ни от кого. Тем более, ни от других людей. С которыми вы, ну, как бы, пересекаетесь. Вот. Понятно, да? Надеюсь. Следующая. Следующая проблема, которая мне видится, это проблема эмоциональности. Ну, эмоциональность сама по себе, сама по себе. Проблемой, конечно, быть не может. Да? Эмоциональность это лишь, это лишь проявление. А в действительности, за эмоциональностью стоит что? Ну, за эмоциональностью стоит, например, подавление своих желаний, за эмоциональностью стоит неуверенность в себе, за эмоциональностью стоит чувство угрозы по отношению к вам со стороны других людей. Вот. Ну и, соответственно, определенные паттерны, эмоциональность, которые могут быть вам, могли, могли быть вам взяты из семьи. Вот. То есть, это вот, эмоциональность, примерно такая история. Вот. И, соответственно, исходить здесь нужно именно из этого. То есть, как и что я чувствую, там, да, когда на меня, когда я проявляю эмоции, когда на меня смотрят люди, вот, смотрят там, что-то говорят, вот, и так далее. То есть, это всё очень важно. Вот. Для вас, потому что, от того, какие вы эмоции в себе подавляете, зависит от того, как вы их выражаете. Вот. Понятно, да? Ну и, соответственно, неуверенность в себе, страх, если что-то такое есть, если что-то такое имеется. Вот. Всё это нужно, нужно, конечно же, разбираться. Потому что, ещё раз, за эмоциями, за эмоциями всегда что-то стоит, туда что-то находится. Вот. Ну и, как правило, это, вот, всё-таки, именно, подавление своих чувств, вот. Ну и, возможно, неуверенность в себе. Вот. Страхи тоже могут быть, безусловно. Вот. И некоторые мировоззренческие позиции, которые вы можете бессознательно пытаться воплотить в жизнь через своё поведение. Вот. Ну, основное, конечно, это всё-таки, вот, именно, подавление чувств. Основное, всё-таки, это именно подавление чувств. Ваших чувств. Следующее. Следующее. Следующая проблема, это сплетни. Это сплетни. И, как бы, сплетни нужно воспринимать адекватно. То есть, за сплетнями всегда стоит, во-первых, отсутствие личной жизни людей. Ну, вообще, отсутствие жизни у людей своей. Вот. Во-вторых, стоит потребность возвыситься за ваш, например, счёт. И, в-третьих, это определённая власть. То есть, люди спрямятся к власти. Ну, вот. Через сплетни. Вот. И поэтому, к ним, ко сплетням, стоит подходить крайне скептически. Скептически. То есть, а-а-а-а-а-а. Спрашиваешь, подвергаться мнению, высказывать свою позицию. То есть, ну вот вам, ну, а вам что-то говорят, да, допустим, а вы, соответственно, в ответ тоже можете, там, что-то, ну, сказать, такое. Как бы вот вам говорят, вместо того, что вы, там, допустим, такая-то, такая-то, вы в ответ, как бы, говорите, а, с чего вы это решили, да, почему вы так думаете, мне неприятно то, что вы говорите, ну и так далее. Вот, то есть, ко сплетням тоже нужно относиться адекватно, но для этого, безусловно, нужна уверенность, уверенность в себе для того, чтобы адекватно относиться к сплетням. Вот, соответственно, если вы в себе не уверены, то адекватно относиться к сплетням, ну, естественно, естественно тяжеловато будет. Потому что сплетни, они склонны к тому, чтобы подавлять ценности человека, вот, и навязывать ему свои представления о себе. Поэтому, если у вас чёткой системы ценности своей нет, вот, то, скорее всего, будет вам очень тяжело. Ну и, соответственно, если чёткой системы ценности нет, то лучше всего он будет над ней поработать, чтобы была. Ну, потому что этого для вас. Значит, рекомендую посмотреть вам треугольник Гартмана, вот, потому что вы находитесь сейчас в позиции жертвы, вот. По отношению к другим людям. И данная позиция, она была чем-то сформирована, либо нежелание брать ответственность на себя, за себя. Либо за какие-то другие вещи, ну, например, точнее, либо из-за каких-то других вещей, например, наивность, излишняя наивность, искажённые неверные представления о мире, вот, ну и так далее. Вариантов тут, в принципе, довольно много. Важно именно просто понять, что ваш, что отвечает вам. Ну и дальше, помимо разбора этих проблем, уже можно будет говорить о том, что конкретно в стране происходит. То есть, вот так вот, сказать вам, что делать, да, и как попробовать правильно, ну, мне думается, невозможно, вот. Да и по большому счёту не нужно, вот. Потому что хорошего в этом, как бы, абсолютно ничего нет. Потому что это очень негативно скажется на вас, да, то есть, вы, по сути, вы нуждаетесь в том, чтобы мы вам что-то порекомендовали. Да, это неправильно, потому что решение вам нужно принимать самостоятельно, вот. И учиться, учиться потихонечку брать именно на себя ответственность за то, что происходит. Потому что, по-другому, ну, по-другому невозможно. Вам нужно это делать, вам нужно брать на себя ответственность, вот. За то, что вы делаете, иначе так никогда ситуация и не изменится, вот. Ну, и вопросы друзей, да, то есть, как бы выстраивать отношения с людьми, по какому принципу, на каком основании, по каким основаниям. Вот, это тоже, безусловно, очень важно. И вот, после проработки, после проработки всего, что я озвучил, вот, у вас будет четкое представление, что делать дальше. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.